Привет, ребята! Здравствуйте, мои дорогие мальчики и девочки! С вами снова канал Горошенко. Подготавливая сегодняшний выпуск, я вас всех представляла. Я представляла, как вы бегаете и резвитесь, как вы наслаждаетесь каникулами, летом едите мороженое. И знаете, о ком я подумала? Я подумала о нашем с вами герое Блюмкайе. Нет, не Блюмкайе, хотя он тоже очень озорной и веселый. Но сегодня мне вспомнился наш герой Миша. Ведь мы с вами очень давно не слушали о нем историй. Так давайте это исправим и узнаем, как же у нашего Миши дела. Вечером папа пришел с работы взволнованный и загадочный. После ужина сообщу вам новость. А почему после ужина? – спросила мама. – Действительно! – поддержал маму Миша. – Говори сейчас, иначе будет нечестно. Нам же интересно. Ну, так я думал, вначале мы поедим, а потом все спокойно обсудим. А лучше неспокойно и в догадках ужинать, – возразила мама. И Миша тут же ее подхватил. Я с мамой абсолютно согласен. Папа, ты же сам воспитывая меня требуешь. Миша говорит всегда правду. Папа рассмеялся. Так я ж не собираюсь обманывать. Ну, раз вам так не терпится, ладно, пойдемте в гостиную, там все вам расскажу. Миша с мамой, заинтригованные, поспешили в гостиную, сели на диван и приготовились слушать. Улыбнувшись, папа произнес. Итак, дорогие мои, меня пригласили на работу в Америку, в Гарвард на два года. Как вы на это смотрите? Миша оживился. А чего тут смотреть? Надо ехать. Мы же на машине поедем, верно? О, сын, ну ты меня поражаешь, мухнул папа. Это же Америка. Мы живем где? В Европе, которую от Америки отделяет целый океан. А через океан, как ты понимаешь, на машине не доберешься. Миша сразу попытался выкрутиться. Ну так я же предлагал на машине мы доедем до корабля, а потом сдадим ее в багаж. Пожалуйста, Миша, давай без шутливых выдумок. Вопрос же серьезный, остановила Миша на рассуждении мама. Скажи, а когда надо ехать? У меня же на работе важный проект, он еще не закончен. Ну, в запасе у нас есть три месяца, но ответ нужно дать через неделю. Мама в раздумье произнесла. Да, конечно, нам надо, прежде чем соглашаться, взвесить все обстоятельства, обсудить плюсы-минусы переезда. Думаю, времени для принятия решения достаточно. В неделю уложимся. За ужином родители говорили только о поездке, взвешивали все «за» и «против». А Миша? Миша тем временем размышлял о своем отношении к этой новости. Да, Америка. Наверное, поехать здорово. Да просто, просто даже классно. Столько нового, неведомого. А с другой стороны? Хм, с другой стороны здесь же мой дом. Главное, друзья. Детский садик. Опять же, воспитательница какая у нас хорошая. А что там? Там. Начинай все сначала. Да, как-то совсем непросто. Ну ладно. Впереди еще целых семь дней. Еще надумается-передумается. Мишина мысли прервал голос мамы. Миша, Ань, а ну вернись к нам. Ты как-то так погрузился в мысли, что даже не слышишь ничего. Так ведь есть о чем подумать, ответил Миша. Вот, например, как же мы будем добираться до той Америки? Ну, скажу тебе одно. Точно не пешком, улыбнулся папа. Можно, конечно, на корабле, как ты уже предлагал. Но плыть долго. А вот самолетом в самый раз. Вначале до Франкфурта на Майне, а потом оттуда прямым рейсом в Бостон. На самолете Миша уже один раз летал. Полет ему очень понравился. Стюардесса приносила соки, воду, даже Кока-Колу. И еще подарила ему книжку с игрушкой. Но Миша все ждал, когда же будут кормить. А вместо еды прозвучало объявление. Пристегнуть ремни, самолет снижается, мы прибываем в пункт назначения. Ну, как тут было не возмутиться? Но родители ему разъяснили. В коротких рейсах пассажиров не кормят. Поэтому сейчас Миша решил уточнить. Пап, а сколько часов лететь до Америки? Ну, если в нашем случае до Бостона часов шесть, а если летят до Лос-Анджелеса, то и все девять. Кстати, в полете сможешь наблюдать очень интересный момент. Не успел папа закончить фразу, как Миша радостно его перебил. Значит, нас покормят! Да что ты за человек! Нахмурился папа. Ну, при чем здесь еда? Так это ж прикольно! На такой высоте сидишь себе на ней на высоте. Вернее, летишь и ешь, возразил Миша. Папа усмехнулся. Ну, за это время все успеешь. И поесть, и поспать. Но я о другом. Мы сможем с тобой немного вернуться в прошлое. В прошлое? Это как? Миша с удивлением посмотрел на папу и таинственно прошептал. Ты что, изобрел машину времени? Ну-то, брат, замахнулся. Рассмеялся папа. Конечно, ни о какой машине времени речи не идет. Но! Ты помнишь, вы с дедушкой играли в космонавтов? Еще бы! Еще бы! Как весело было! Продолжил папа. Миша воскликнул. Да, дедушка мне много рассказывал. Он даже научил меня, как запомнить. Предложил лечь животом на надувной спортивный мяч и представить, что это земной шар. Дальше объяснил, где голова. А есть ведь пословица «голову держи в холоде». Значит, там север. Высшая точка – северный полюс. А ноги, ноги нужно держать в тепле. Следовательно, ноги на юге. И самая низшая точка – южный полюс. Рука левая – это запад. А правая – восток. Мы пишем и читаем слева направо. Вот так и земля вращается слева направо, против часовой стрелки. Мама с папой переглянулись. Слушай, да ты прямо профессор. Думал, научу тебя новому. А дедушка уже опередил. Да еще как наглядно и доходчиво все преподнес. Ах, будто вы дедушку не знаете. Он всегда, чтобы мне легче запомнилось, придумывает запоминалку. Я и ребятам в детском саду рассказал. Им очень понравилось. И все запомнили. А воспитательница, услышав мою историю, вообще сказала, что из дедушки вышел бы отличный учитель. Папа ласково потрепал Мишу по волосам. Вы оба молодцы – и дедушка, и внук. Но раз ты такой ученый, то расскажу тебе о другом. Лететь мы будем с востока на запад. То есть навстречу движения Земли. Проведем с тобой небольшой эксперимент. Давай ты будешь земным шаром. Тем более в его роли ты уже выступал. А фонарик в моей руке – солнцем. Встань к нему спиной. Сейчас ты его не видишь. И в той части Земли темно. Ночь. А вторая часть Земли освещена. Поэтому… Я понял! – воскликнул Миша. Поэтому на моей спине, вернее, на этой части Земли – день. Правильно! – одобрил папа. А сейчас начни, как земной шар против часовой стрелки кружиться. Но не быстро. Смотри, лучики начинают скользить по твоему левому боку. Значит, в этой части Земли наступает рассвет. А правый бок постепенно уходит в темноту. Здесь наступает вечер. Так при вращении Земли постоянно происходит смена времени суток. Утро – на день. День – на вечер. Вечер – на ночь. Ночь – опять на утро. На каждой части земного шара. И, как мы знаем, Земля вращается. И вращается против часовой стрелки. Мы же полетим с востока на запад. То есть, ей навстречу. И что у нас получается? А что у нас получается? С любопытством спросил Миша. Ну, представь. У нас день закончился. Наступил вечер. А мы летим в ту сторону, где этот день ещё продолжается. Получается, мы его увеличиваем. И как бы возвращаемся назад, в прошлое. О, вот это да! Восхитился Миша. Предлагаю лететь в мой день рождения. А что? Почему бы подольше его не попраздновать? Я, например, за. Ещё и подарки в двойном размере, поинтересовалась мама шутливо. Но Миша ответил вполне серьёзно. Мамуль полностью согласен. Хорошее дополнение к моему дню рождения. Да, сын, браво! Восхитился папа. Говорят, знание – это сила. Ты же быстро сориентировался и умело применил их с выгодой для себя. Родители разулыбались. Но, взглянув на часы, мама спохватилась. Так, так, так. Переезд переездом. Америка Америкой. Самолёт, понятно, но распорядок дня никто не отменял. Миша сразу понял, о чём пойдёт речь. А знаете, вот эта вся информация, вот полюса, вращение земли, долгота дня – вообще-то я считаю это учёбой. А мой мозг, мозг ребёнка, ну должен же отдыхать. Для этого, скажу вам, очень хорошо подойдёт просмотр мультфильма, например. Мама хотела возразить, но на выручку пришёл папа. Удивишься? Ну, я бы тоже посмотрел. С детства мультики обожаю. А тем более японский новый вышел. Рейтинг высокий. Хитренький какие, ну тогда и я с вами. Только надо со стола поубирать. Мама многозначительно посмотрела на своих мужчин. Довольны разрешением посмотреть мультфильм, но больше всего тем, что просмотр будет всей семьёй, Миша тут же побежал складывать посуду в посудомойку. Мультфильм всем понравился. Настроение у Миши было отличным. Даже обычно нелюбимый вечерний ритуал выпил воды, почистил зубы, марш в постель, его не испортил. И уснул Миша мгновенно, едва коснувшись подушки. Оприснился ему сон. Открывается дверь, и в комнату кто-то заходит. Садится к нему на кровать. Миша открывает глаза и видит перед собой женщину в островерховой шляпе, сером платье с пришитыми посередине большими красными и синими пуговицами. «Женщина торжественно произносит «Я Америка! Очень жду твоего приезда и хочу подарить тебе!» Но что именно? Какой подарок? Миша так и не расслышал. Другой сон ворвался в самый неподходящий момент и все испортил. Все утро Миша был погружен в размышлении о приснившемся ночью. «А что это наш сын сегодня такой задумчивый?» «Ты случайно не знаешь?» поинтересовался папа у мамы. «Нет, сама удивляюсь, в догадках теряюсь», ответила мама. Миша вынырнул из своих мыслей и тут же выложил о сне и явившемся в нем необычной гости. Мама с папой сделали не очень удачную попытку подавить смех, а потом на перебой принялись угадывать возможный подарок. «Наверное, статуя свободы!» «Нет, зачем ребенку статуя?» «Скорее приглашение в Диснейленд!» «А может, все проще?» «И это огромный пакет попкорна с картой Америки, сделанной из шоколада в придачу». Тут мама шутливо добавила «Ну, тогда наш ребенок эту самую Америку и съест». Тут родители совсем развеселились. Миша неодобрительно покачал головой. «Вам все шутить?» «А ребенок, между прочим, расстроен. Ведь любопытно! Какой же это был подарок?» «Ладно, но, считай, для огорчения повода нет. Может быть, она сегодня ночью опять тебя навестит и расскажет», успокоил папа. Мама всплеснула руками. «Ой, ребята, время бежит! Я заболталась с вами! Все-все, я побежала! Сегодня опаздывать никак не могу! С утра совещание у начальника, а мне еще справку надо пробежать глазами!» «Мишу в детский сад отвозит папа!» «Целую!» «А так и у меня!» Попытался возразить папа, но мамин голос уже звучал из коридора. «Целую, обнимаю!» И хлопнула входная дверь. «Вот тебе и поворот!» Произнес папа, глядя на сына. «Эх, чему удивляться, пап! Это же женщины!» Снисходительно произнес Миша. Папа расхохотался, но философ. «Ладно, с задачкой справимся! Сейчас перезвоню коллеге, предупрежду, что задержусь минут на 15-20, а ты давай мигом собираться!» Вскоре они уже шагали в сторону детского сада. Конечно, на машине было бы быстрее, но погода стояла отличная, а по времени они успевали. «Заодно пообщаемся!» Заметил папа. «Пап, скажи, а какие они, американцы?» «Ну как какие? Обычные люди, такие, как мы с тобой, только говорят на английском». «А, на английском!» «Это хорошо!» «Значит, у меня проблем с пониманием не будет!» «Хорошо, и не будет проблем?» Удивился папа. «Вот уж я не знал, что ты владеешь английским!» Тут Миша громко произнес. «Хм-хм-хм!» «Сэнк ю!» «Гудэ бай!» «Хава р ю!» «О!» «Еще!» «Чиз!» «Это надо улыбаться, когда фотографируют!» «Богатый у тебя запас!» «Смехнулся папа!» «Ай, момент! Еще вспомнил!» Воскликнул Миша. Он приостановился и произнес грубоватым голосом. «Хм-хм!» «Траст ми!» Папа расхохотался. «Да, чувствуется, и тут дедушка руку приложил!» «Наверное, не один раз смотрели вместе любимый дедушкин фильм со Шварценеггером!» За веселыми разговорами они не заметили, как уже были у входа в детский садик. Папа поцеловал сына, поспешил на работу, а Миша побежал в свою группу. Еще с самого утра он решил перед ребятами принять загадочный вид, погруженного в мысли человека. Давид это тут же заметил. «Ты чего из себя изображаешь? Узнал что-то интересное?» «Нет!» Безразличным тоном ответил Миша. «Тогда почему из себя непонятного какого-то строишь?» «Так, — продолжал свою роль Миша. «Не хочешь говорить, и не надо. Тогда и не надо называть меня своим другом. У друзей, между прочим, секретов нет». Обиделся Давид и собирался уже уйти. «Эй, ну куда ты направился? Постой!» Миша придержал Давида за руку. «Ты прав. С другом надо всем делиться. Ну так вот, я, наверное, скоро уеду». «Куда?» спросил Давид. Миша вздохнул и промолвил. «В Америку». От удивления Давид переспросил даже. «В Америку?» «Ну, в Америку! Неужели не знаешь такую страну?» «Ну, конечно, знаю», сказал Давид. «Просто как-то непонятно. Ты едешь в Америку?» «Ну, конечно, я не один с родителями. Моего папу посылают туда на два года». «Вот это новость!» оживился Давид. «Слушай, так может, ты там будешь с индейцами жить? Да еще и в Вигваме!» Давид произнес это с нескрываемой завистью. Последнее время он бредил историями об индейцах, слушал о них рассказы, смотрел фильмы, приходил каждый день с новым именем. То он был соколиный глаз, то длинный карабин, то следопыт. Миша небрежно ответил. «Не знаю, наверное, буду». Давид задумался, потом опустил голову, а когда поднял в глазах, видны были слезы. «Два года? Два года это же очень много. А как же я тут без тебя?» произнес он с грустью. Миша стало себя жаль, но Давида еще больше. И он начал его утешать. «Да ты что? Ты же остаешься здесь с нашим детским садом, воспитательницей, а я там с незнакомыми, совсем один. Да еще если в Вигваме жить, вообще непонятно, как получится. Ах, даже боязно мне». Давид вздохнул. «Понимаю, вдвоем в раздумьях они уселись на лавочку. Это обнаружила Надка и сразу прищурив глаза приступила с допросом. А вы че такие тихи? Точно уже что-то натворили. А ну давайте выкладывайте на чистоту. Хм, значит, если мы не бегаем, не кричим, как сумасшедшие, то обязательно что-то натворили? Возразил Миша. Но Давид не смог сдержать эмоции и выпалил. «Мишка в Америку уезжает!» Надка ахнула. «Как?» «Вот это да!» И понеслось. Надка Каролине, Каролина Сережке, Сережка Артему!» Вскоре бурлила вся группа. Волна детских возгласов вскоре дошла и до воспитательницы. «Это правда?» обратилась она к Мише. «Еще не точно. Родители пока думают, но скорее всего да», ответил Миша. Воспитательница обняла Мишу. «Да, планы и события врываются в нашу жизнь и ничего не поделаешь. Скажу одно. Нам с ребятами будет жалко с тобой расставаться. Кто же будет будоражить детсад своими фантазиями, смешить выдумками?» Воспитательница улыбнулась. «Но я уверена, на новом месте у тебя все сложится хорошо. Появится много отличных новых друзей. Ты же у нас не просто веселый озорник, а озорник с добрым отзывчивым сердцем. А таких любят». «Но мы тебя не оставим. Будем регулярно писать, посылать рисунки, сообщать о наших новостях. Правда ведь, ребята?» Все дружно поддержали это предложение. «Ну а ты, а я, продолжил Миша, с большой радостью буду вам отвечать и рассказывать о своей жизни в Америке». А поедет ли Миша в Америку? Как сложится его жизнь там? Найдет ли он новых друзей? А во всем этом и многом-многом другом вы услышите в новых выпусках на нашем канале Горошенко. Я с вами прощаюсь и канал Горошенко, как и вы, ребята, уходит на каникулы. До новой встречи в сентябре. Пока!